Такого во Владимире еще не было. Представители различных школ, методик и направлений греко-римской борьбы собрались в одном зале. 200 юниоров из 13 команд разыграли медали в 8 весовых категориях. Получить звание лучшего в столь представительной группе непросто. Одна ошибка и выбываешь из борьбы. Так и произошло в схватке между спортсменом из Белоруссии и представителем московской школы борьбы. Сначала участники боролись на равных, а затем несколько качественно проведенных приемов, и судья присуждает безоговорочную победу столичному борцу. Получилось удачно. 7-0 все-таки. Ошибок таких грубых не было. Так, в принципе, неплохо прошла встреча. Турнир получился зрелищным. Финальные поединки проходили под гром овацией. То, что техника борцов прогрессирует из года в год, заметил и двукратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Валерий Рязанцев. Ребята острее борются намного, конечно. Мы более так рассудительные как-то были. Борьба такая более классическая, я бы сказал, была. Они разборолись сейчас и стараются провести побольше приемов. Техническая сторона сейчас начинает расти, и я думаю, это еще не предел. Зрелищной получилась и схватка россиянина с поляком. Исмаил проигрывал в счете, но все же сломил сопротивление неустойчивого соперника. И на радость публики вырвал победу с минимальным разрывом 8-7. Да, я проигрывал в счете, но в конце сумел собраться и провести действие, чтобы закончить сладко досрочно. Что помогло выиграть в конце провести этот прием, когда я набрал девочка? Всевышний помог, наверное, от каждого. От Всевышнего только победа. Мы только тренируемся. Победа только от Всевышнего. Владимирские борцы без медалей тоже не остались. У воспитанников местной школы две бронзы, одно серебро и два золота. У нас 11 человек входит в состав сборной команды по разным возрастам. Юноша, юниор, взрослые. Практически 100% команда состоит из студентов Владимирского государственного университета. В общекомандном зачете владимирцы стали вторыми. Третьи на пьедестале украинцы. Победили же в международном турнире борцы сборной России. К слову, россияне давно занимают лидирующие позиции в греко-римской борьбе. Алексей Дудин, Леонид Новиков, 6 канал.